Белая армия пошла дальше. Он все-таки выжил, но он не хочет больше заниматься медициной, он хочет полностью посвятить себя профессиональным занятиям литературы. Именно с этой целью в 21-м году он перебирается в Москву. Москва, надо сказать, встретила его не очень ласково. Первые несколько их московских лет были очень тяжелы в финансовом, материальном плане. Особенно вот эта первая зима 21-го, 22-го годов, когда жили они, по собственному признанию Михаила Афанасьевича, проголодь, праздник, без вещей. Он бегал по Москве, искал заработка, находил какие-то странные копеечные подработки. Но, наконец, в апреле 22-го года ему улыбнулась удача, его взяли штатным филейтонистом газету железнодорожников «Гудок». Этот «Гудок» живой и по сейчас, теперь это газета РЖД. А тогда его величали кузнецами юмористических кадров. В «Гудке» сотрудничали Валентин Катаев, Юрий Олешин. Будущие соавторы «12 стульев и золотого теленка» познакомились, работая в «Гудке». И все вот эти люди – это был первый литературный круг общения Булгакова в Москве. Филейтоны эти очень быстро встали ему поперек горла. Надо было смешить, смешить грубо. Это сильно испортило мое перо, как он писал впоследствии. Но они кормили, они давали возможность вечерами и ночами работать над своими вещами. И помимо всей этой газетной рутины, за время жизни здесь он пишет две фантастические повести. Они принесли ему первую историчную известность – это Дьяволиада и как раз-таки «Роковые яйца». Дьяволиада же – это такая в гоголевском духе фантасмагория о том, как маленького человека, нежного блондина Короткова, советская бюрократическая машина, заморочила, довела до безумия и, в конечном счете, до самоубийства.